В сегодняшнем мире, учитывая то, как организовано общество и как устроены многие аспекты жизни, женщинам нужно заботиться о своем здоровье гораздо больше мужчин. Просто потому, что природа наделила женщину очень сложной репродуктивной системой. Все мы родились из чрева женщины, так что внутри находится сложная система. В прошлом женщины обычно начинали использовать свою репродуктивную систему уже в возрасте 15-16 лет. И, вероятно, их репродуктивная система работала на протяжении всей их жизни, по крайней мере, в детородном возрасте. Если у женщины было 6, 7 или 8 детей, скорее всего, использование ее репродуктивной системы происходило в течение всей ее жизни. Так что репродуктивные органы женщины использовались определенным образом. Поэтому тогда не было таких проблем, которые есть у женщин сейчас. Другая проблема в том, что и мужчины, и женщины, конечно, много работали физически, занимались физической работой. Благодаря физическому труду у них никогда не было жира в области живота. Если девушка в юном возрасте набирает жир вокруг живота, она напрашивается на неприятности. Здесь не может быть других вариантов. Насколько рано или насколько поздно это случится, зависит от различных генетических и других аспектов жизни. Но как только появляется жир на животе, девушка явно призывает на свою голову неприятности. И они придут. Причина — недостаточное количество активности. Я имею в виду физическую активность. Если кто-то работает в офисе, это ничего не значит, потому что там недостаточно физической активности. Если вы работаете в поле, это другое дело. Я думаю, проблемы, о которых вы говорите, в основном относятся к городским женщинам. Потому что их физическая активность, даже если они делают физические упражнения, они тратят на это только полчаса или час утром. В остальное время они только сидят. Поэтому у них недостаточно активности в этой области. Это одна причина. Другая причина в том, что репродуктивный процесс не используется. Так что если вы не используете свой репродуктивный процесс, то есть если вы не вынашиваете ребенка до того, как вам исполнится 21 год, очень важно, чтобы вы занимались хатха-йогой. Вы, конечно, можете ходить в тренажерный зал, бегать, делать разные упражнения. Бегать — да, до определенной степени. Но если вы только занимаетесь фитнесом и качаете мышцы, чтобы хорошо выглядеть, этого недостаточно. Нужно интенсивно заниматься хатха-йогой. Если девочка в 12 лет начинает заниматься хатха-йогой, все эти проблемы для нее. Большинство будут думать, что это большая проблема и будут страдать на каждом этапе развития внутри себя. Такие девочки с легкостью пройдут через все это. Так что нужно прийти к тому, что для поддержания репродуктивного здоровья без процесса репродукции очень важно делать определенные вещи. И это должно быть в значительной мере сфокусировано на оброчной полости. Должна проводиться определенная работа в этой области. Нет другой системы, которая проработает это так, как это сделает система хатха-йоги. Есть определенные асаны и процессы, которые можно обучать. Если выполнять их, пропадет необходимость проходить через все эти медицинские процедуры, которых, к сожалению, становится значительно больше. Еще один фактор — это состояние ума. Сейчас городские женщины. Многие из них постоянно обеспокоены чем-то. Было время, когда вас могли заставить переживать только ваша семья или ваши дети, муж или близкие друзья. Теперь у вас есть друзья по всему миру, и практически кто угодно может вывести вас из равновесия в любое время. Достаточно одного сообщения, и вы не будете находить себе место в течение следующих трех дней. Как бы там ни было, не хочу сваливаться в вину на что-то одно. Стало нормой, что все пребывают в состоянии стресса. С этим тоже можно легко справиться. Основополагающие химические процессы в теле могут быть приведены к состоянию баланса внутри вас, если вы будете делать правильную йогу. И это является решением для будущих поколений. Иначе эти проблемы будут только расти, потому что сегодня, я думаю, я думаю, включая сельских женщин и всех остальных вместе взятых, средний детородный возраст вырос до 22 лет или около того. Но я думаю, что в следующие 25 лет, скорее всего, этот возраст увеличится до 35, и это очень хорошо. Если средний детородный возраст вырастет до 35 лет, тогда количество подобных проблем, которые молодые женщины испытывают сейчас, многократно увеличится, если только они не позаботятся о себе. Я не говорю сейчас о лекарствах, о походах к врачам. Нужно начать йогические процессы, чтобы тело пришло к определенному балансу, чтобы присутствовал химический баланс, гормональный баланс, чтобы секреты всех желез проходило хорошо, сбалансировано. В таком случае им не придется проходить через эти заболевания. Конечно, у какого-то процента людей всегда будут те или иные физические заболевания. Это другая история. Но сейчас этот процент неестественно высок. Общество сейчас достигает неестественно высокого уровня по количеству заболеваний, так что необходимо его снизить. Это очень важно. Продолжение следует...